В Древней Руси у нас, да, никто ведь никого не учил там воевать, там специально рукопашному бою. Маленькие дети смотрели на подростков, которые играли в определенные игры, в которых были очень много элементов военных каких-то, да, там и сабли были, и прятки были, и там казаки-разбойники, это все элементы военизированных игр, которые потом переросли в ту же Зармейцу и так далее. Потом это перерастает в более такие уже зрелые какие-то состязания, когда начинают мериться силой, на Руси это были всегда кулачные бои, все тоже говорят, а у нас нет вот этих подтверждений, да у нас много чего нет на Руси, мы не, так сказать, не трепетно относимся к тому, что у нас было и что у нас есть, да, мы многих потеряли и ученых, и спортсменов тех же самых, которые здесь как бы не прижились, а сейчас выступают за другие государства. То же самое мы не сохранили, можно сказать, вот тех истоков, которые есть на том же Востоке, да, там с 17 века они кого-то знают, какого-то седого дедушку, и там его там пророчат куда-то, а у нас говорят, да у нас там ничего не было, как же не было, когда мы воевали всю жизнь и почти всегда выигрывали. Если не было, как может такое государство держать территории, вот эти огромные, в подчинении одного человека, царя, да, это была хорошая ванизированная подготовка, своя. И по большому счету, да, раньше она не была вот математически описана, как это сейчас вот сделал и пытается дальше пропагандировать Алексей Алексеевич. Он это делает, ну, с точки зрения того, что он имеет такое образование, и ему легче выразить вот свое видение рукопашного боя так. Он не говорит, что ударь человека вот так сильно, и он упадет, он просто математически показывает, что это такое удар, да, раскрывая то же самое вот этого нашего великого биомеханика Берштейна. Тот, как научный человек это описывал, науку, биомеханику, и то же самое описывал удар, Алексей Алексеевич это с точки зрения уже практического применения, это показывает и рассказывает, как принимать этот удар, как его производить, этот удар, и что этот удар из себя представляет. То же самое, что такое освобождение от захватов. В спорте это одно, на улице это совсем другое. Поэтому сравнивать вот все системы, которые сейчас существуют, их очень много. Субтитры создавал DimaTorzok